Спасая внучку от большой беды, 82-летняя жительница Оршанки лишилась всех своих сбережений. Бабушке поступил звонок от незнакомки, которая представилась работником полиции и сообщила женщине о том, что ее внучка стала виновницей аварии. А для мирного урегулирования конфликта якобы необходимо заплатить деньги. Бабушка потеряла бдительность, так как ее внучка проживает в другом городе и проверить информацию она не смогла. Таким образом, пенсионерка отдала 100 тысяч рублей пришедшей к ней домой незнакомой женщине. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Смертная строительная площадка в одной из деревень Горноморийского района бригада рабочих осуществляла демонтаж склада. В какой-то момент кирпичная кладка рухнула и придавила 48-летнего мужчину. Он погиб на месте. В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. За прошедшую неделю в Мариел зарегистрировано 12 пожаров. Из огня удалось спасти двух человек и дюжину домов. 8 февраля в деревне Куликалы Горноморийского района из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом. Хозяин постройки успел выбежать на улицу. 10 февраля на пожаре в Волжске чуть не сгорели три человека. В половине седьмого вечера прохожие заметили огонь, который полыхал в одном из частных домов. Тут же на место прибыли спасатели, которые смогли оперативно потушить пламя. На момент случившегося в доме находилась хозяйка и двое местных жителей. Они спали. К счастью, женщина вовремя проснулась и заметила начавшееся возгорание. Уровень задымления уже был критическим. Эвакуироваться пришлось через разбитое окно. Мужчины в ходе спасения не пострадали. Женщина получила ожоги верхних конечностей лица и спины. Ей была оказана медицинская помощь. К счастью, угроза для ее жизни отсутствует. По предполагаемой версии специалистов, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации тепловой пушки, используемой для обогрева помещений. В Мариел постепенно снижается аварийность. Так, за прошедшую неделю на дорогах республики произошли всего две серьезные аварии с пострадавшими. Однако по-прежнему в зоне риска находятся пешеходы. 9 февраля в Яшкарале, недалеко от центрального рынка, водитель иномарки, поворачивая налево, задел пенсионерку, которая шла по зебре. С места происшествия 84-летнюю бабушку увезли в больницу. Днем в минувшее воскресенье на перекрестке Воскресенского и Царьградского проспектов в Яшкарале дорогу не поделили две автоледи. Предварительно установлено, что 41-летняя женщина, управляя Субару при повороте налево на зеленый сигнал светофора, нарушение установленных правил не предоставило преимущество в движении встречной автомашине Рено под управлением 40-летней женщины. В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира Рено, включая четырехлетнего мальчика. На снижение аварийности во многом влияет регулярная профилактическая работа. С недавних пор по пятницам в Мрел проводится единый день безопасности дорожного движения. В этот день по всему городу увеличивается число экипажей ДПС, которые дежурят в самых опасных и аварийных местах, а также на пешеходных переходах. 10 февраля в Ешкарале на пересечении улицы Ишкинина и Ленинского проспекта проходила сплошная проверка водителей на трезвость, которая дала свои результаты. Одного пьяного шофера удалось задержать. В целом в этот день на дорогах Мрел сотрудники госавтоинспекции выявили пять поддатых водителей, одному из которых грозит уголовная ответственность за рецидив.